всем привет ребятушки я тут занимаюсь пересадкой пытаюсь навести порядке во дворе не знаю как меня будет слышно потому что у нас сегодня просто неимоверно сильный ветер но солнышко светит хорошо на улице довольно таки тепло если ветра не пересадила вот эти три кустика тот кустик уже прям как дерево большой а сейчас займусь тем что вот здесь хочу навести порядок под самим фундаментом там будут камушки будет вот такая вот капусточка каменоломка вот такая травушка в общем приступим так скажем здесь надо красивенько все оформить думаю получится хорошо лучше ребятушки вышла у меня вот так вот сделала такую клумбочку здесь деревья позже еще буду там убирайте где найду камушки маленькие засыплю все камушками ну либо докупим посмотрим как получится некоторые цветочки попересадила в такие вазоны просто будем все переделывать с милошем поэтому цветочки чтобы пока не думать куда мы их денем я решила их вот так вот пересаживать в такие вазоны у нас пошел дождик сейчас дождика нет так слегка моросит с одной стороны хорошо что пошел дождь как раз все растения которые по пересаживала лучше примутся в земельку все хочется поснимать но как-то не хватает как говорится рук руки грязные в перчатках не получается и снимать и все можно было конечно и на штатив поставить камеру ну я решила что просто покажу уже то что у меня получилось сейчас надо покупаться перемыть обувь всю я там сушка уже посушила надо разобрать вещи в общем вот такая у меня в субботу завтра воскресенье с одной стороны и воскресенье нужно отдыхать но я завтра буду наводить порядке дома сегодня решила как бы больше уделить времени двору а завтра буду уже дома наводить порядке холодно стало дождь пошел и холодно стало ну кстати с милошем тут стол поставили большой высокий решили что так будет удобней и реально это удобней мы когда его в четверг наверное поставили в четверг тут очень долго просидели можно сказать что уже стемнело мы все сидели здесь болтали за столом сегодня тоже пока порядки наводили решили как бы во дворе где посидеть я сварила супчик супчик овощной сидели кушали во дворе я милошем говорю такое ощущение как будто мы приехали на дачу и сидим кушаем во дворе отдыхаем болтаем как то так вот ведро стоит со шваброй надо кстати этот моп тоже постирать помыть не знаю что еще рассказывать в общем потихоньку наводим порядке я вообще планировала сегодня намного больше сделать но из-за того что пошел дождь то ну как бы уже пришлось кое-чего не делать с понедельника начну у меня просто очень много семян я показывала в каком-то видео я там купила и буряк и морковку и огурцы и зелень разную там петрушку рукколу и мне надо подготовить какой-то участок земли для того чтобы все это высадить так что буду в понедельник этим заниматься потому что пора уже все высаживать хотела что-то много всего рассказать включила камеру не знаю что рассказывать а да еще хочу помыть окна завтра наверно начну начну наверное с кухни с комнаты там где дверь и потихоньку во всем доме надо мне поперемывать все окна потому что окна очень грязные как вы видите я такая в косыночки всегда одеваю косыночку чтобы не застудить уши ну и чтобы как бы грязь пыль все не попадала мне на волосы на голову я довольна сегодня проделанной работой мне очень нравится как тут стало так как-то поуютно что ли сразу как-то выходишь и взор свой бросаешь на данную композицию красиво получилось прямо где кустики как будто они рождены именно для этого места единственное вот тут нужно камушками все позасыпать может докупим а может я по всему двору соберу эти мелкие камни их тут очень много просто-напросто досыплю ой не знаю что еще рассказывать ребят пойду сейчас перемою обувь разберу сушку кушать уже ничего не буду готовить есть супчик ну и так есть чего поесть потом пойду покупаюсь хочу порелаксировать полежать в ванной наберу целую ванну воды насыплю соли которые мне подарил милаш буду релаксировать и потом хочу посмотреть холостяка холостяк еще вчера вышел вчера как-то мне не было желания смотреть его поэтому буду сегодня это делать на улице так тихо спокойно такое какое-то умиротворение я очень рада того что уже наконец-то пришла весна теплые деньки когда солнышко просто не хочется домой даже заходить потому что дома холодно на улице когда на солнышке потеплее чем дома смотрю на это все на весь двор и думаю как же мы со всем этим справимся как же тут довести все до ума но знаете есть такое выражение как глаза боятся а руки делают все потихонечку по чуть-чуть помаленечку там кусочек там кусочек ничего приведем все в порядок говорится дело времени все пошла я домой пошла заниматься делами дальше на этом я с вами попрощаюсь сегодня потому что я не знаю что еще снимать что рассказывать все всех люблю целую до новых встреч всем доброе утро ребятушки сегодня у нас уже воскресенье и на улице очень-очень прохладненько 28 марта так вот о чем это я я сегодня уснула в 5 утра но это какой-то кошмар просто не знаю что происходит все было отлично как бы навела вчера порядки во дворе ну максимально сколько смогла потому что дождик пошел барсику котлеты сделала покупалась и вроде как уже хотелось спать и тут в какой-то момент не могу уснуть и все хоть тресте так что я вчера пересмотрела все холостяки и украинский и российский милаш меня отправил сейчас в бедренку сегодня бедренка работает несмотря на то что воскресенье потому что на следующей неделе уже паска католическая вот поеду я в бедренку съезжу ну пока это все на улице очень холодно обещали что будет воскресенье плюс 14 9 плюс 14 я вообще не знаю я думала что просто на улице пасмурно а когда вышла то я обалдела что так холодно прям реально такой зимний зимний ветер я боюсь чтобы нам не надуло тут снега но с другой стороны если будет снег то что же делать никуда не денешься едем в бедреночку так тихо вообще никого нет машин нет я помню когда я впервой в польши когда только приехала то постоянно у меня была проблема с этим воскресеньем я не знаю почему но именно воскресенье мне нужно было пойти в магазин все время забывала о том что воскресенье магазины не работают где где весна что-то совсем весна где-то заблудилась так хочется тепла уже как-то она совсем тут денёчек побудет тепленько и опять холодина у меня вообще такое ощущение что мы сразу вот это сапог кто-то мне помахал я не знаю кто это какая-то победка не знаю кто все меня знают по машине а я никого не знаю я из-за того что уснула в 5 утра естественно я всю ночь пила чаи сегодня я проснулась у меня лицо все опухшее глаза веки опухшие еще как-то так спала что у меня есть такая привычка я сплю так все ручки все сложу так вот к себе к лицу просыпаюсь вся помятая ну ничего страшного кстати сегодня еще и часы перевели на час вперед а я как-то вообще забыла о том что часы нужно переводить ну в принципе что у нас только в комнате часы нужно перевести а так все на телефонах все само автоматически переводится ладушки будем ехать так ребятушки все сбегала я в бедренку столько я времени потеряла на то что я искала савоярди я просто недавно как-то купила маскарпоне потому что оно было по акции и все никак не могу сделать тирамису конечно в принципе можно было самой савоярди эти испечь и приготовить но я как-то все-таки хочу магазины попробовать потому что я честно скажу я в своей жизни ни разу не делала тирамису вот поэтому я решила все таки я наверное куплю савоярди и приготовлю потому что маскарпоне в холодильнике стоит уже давным-давно обошла всю бедренку туда-сюда в другую сторону там где продукты по акции где не по акции в общем не нравятся мне бедренки в жиромине постоянно какой-то бардак ничего найти не можешь в оконцовке я нашла савоярди они лежали в хлебном отделе ну не в том смысле что их там место там просто кто-то оставил упаковку ну может передумали брать или не знаю я там нашла и потом я поняла как бы в какой они упаковки как они выглядят и пошла искать там где эти продукты стоят этой фирмы ладно долго не буду рассказывать про савоярди приеду домой покажу вам все едем домой я очень сильно голодная хочу кушать и вот думаю как мне лучше сделать как мне лучше сделать что мне первое приготовить чтобы быстренько покушать очень сильно хочу есть голодной ни в коем случае нельзя ходить в магазин сколько раз я себе об этом говорила и тем не менее все равно иду голодная в магазин но я рада тому что я купила авокадо не знаю почему вот раньше как-то авокадо и авокадо мне было все равно а сейчас ну прям ужасно мне хочется авокадо то ли как бы настало то время когда я полюбила авокадо то ли не знаю почему раньше вообще не понимала ни вкуса и авокадо не понимала к чему его куда его добавлять а сейчас просто прямо трясусь я в принципе в бедренку поехала из-за того что я милашу уже все мозги как говорится проела тем что я хочу авокадо я хочу каких-то фруктов мне не хватает зелени ничего в этом году получится если посажу побольше всего и будет у нас своя зеленушечка и петрушечка и все подряд что она так поворачивает неуверенно как-то а неуверенно поворачивает а неуверенно едет как продукты наношу барсюша пошел кустики рассматривать все ему интересно потому что вчера барсюша не успел их посмотреть потому что пошел дождь три раза сказала потому что барсюшенька новые кустики у нас появились туда пойдем домой барсюша пойдем домой это я кушать хочу сейчас в обморок упаду от голода пойдем быстрее обзор покупок вот видите савоярди на которых я говорила густа белла называются буду пробовать первый раз делать тирамису возможно даже сегодня а там кто его знает а там кто его знает может и завтра потом взяла вот такой президент творог я его и так кушаю и можно сырник будет приготовить ночью такой президент творог он сейчас по акции 5 злотых поэтому взяла бананы потому что мне очень сильно не хватает хлебушек барсик тебя я прям тут ждала сильно барсику взяла вискос уже миллион раз на видео говорила о том что барсик кушает у нас котлеты которые я делаю из печенки и разных овощей но иногда я ему даю и вискос балу его например там котлета не успела разморозиться или еще что-то барсюш мандаринки часто акции 3 злотых здесь сколько килограмм буквально вот на днях я брала мне очень понравились взяла еще авокадо не знаю что со мной происходит почему у меня такая как бы тяга стала к авокадо возможно с возрастом как бы вкус меняется и это то же самое как оливки когда я была маленькая мне оливки не нравятся сейчас я очень сильно люблю оливки авокадо мне больше всего нравится вот такое вот темное сосед завел машину у него это дочь а я подумала что это кто-то мустанг заводит аж не сбывалась так авокадо мне больше нравится такое темное есть еще зеленое там в бедренке но она всегда почему-то такое твердое его не покупаю чесночок взяла для того чтобы запечь в духовке сало там у меня бачок есть потом слоеное тесто последний раз я делала слойки с яблоком с корицей с сахаром милошу очень понравилось попросил еще яблоки у нас есть поэтому решила взять тесто беру вот такие вот штучки у нас на украине говорят мивина в польше здесь амина но они разные есть не только амина в общем это амина помидоркова взяла и гуляшова ну потому что иногда мы этим балуемся барсик ну ты можешь тут не прыгать зайчик вот здесь что у меня перец перец вот такой цитриновый лимонный и цинамон это корица так барсюшка это хочу дальше взяла вот такие вот бедрышки крылышки такое сейчас я это быстренько в духовочку с картошечкой и мы прекрасно по себе пообедаем и взяла еще газировку да это тоже не полезно но иногда я не знаю что происходит особенно это происходит после того как в польше подорожала газировка пепси кола все эти газировки именно в этот период когда все подорожало как мне так стать чтобы не видно было нормально то постоянно почему-то возникает такое огромное желание попить этой газировки этой гадости кручусь не знаю как стать свет падает так получше вроде все ребятушки я быстренько готовить кушать потому что я просто дико при дико голодная